Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня у нас с вами еще восьмое занятие. Восьмое занятие посвящено нишеванию. Что такое нишевание? Знакомо вообще слово? Ну да, ниша. Ну а что такое ниша? По крайней мере, вот в психологии. Мы сейчас опять же про психологию и... Нишевание я почему-то представляю гнездование. Найти свое гнездо. О, очень хорошая метафора, кстати говоря, найти свое гнездо. Можно, кстати, написать тему такую, как найти свою нишу или... Гнездование. Да, как найти свое гнездо. Очень точно действительно замечено, потому что это именно и есть свое гнездо, это узкая специализация, и чем уже у вас специализация, тем больше специалистом, соответственно, вы являетесь. И давайте вот сами представим себе, ну вот какие-то из бытовой жизни примеры. Ну, предположим, вам нужно купить какой-то диван. Ну, соответственно, вы не пойдете в обычный универсал, хотя там есть диваны вроде бы в обычном универсале, правда, но все-таки мне кажется, что лучше поехать в магазин, который специализируется на диванах. Как это вот, диваны в красном или диван на красном или что-то. Я всегда у друзей спрашиваю, у которых уже есть два дивана, я скажу, что хорошо в диванах собрали, где берут? Вот, где берут диван? То же самое делают остальные люди. Ну, или вот тот же пример с врачом. Ну, то есть, вы сами подумайте, если у вас болит зуб или у вас там, не знаю, заболело, ну, или если вы сломали ногу, то достаточно сложно прийти к специалисту, на двери которого написано просто врач. Ну, то есть, если заболит зуб, вы пойдете к стоматологу, если, соответственно, сломали ногу, там вы идете к хирургу. Вот, ну, то есть, у вас все-таки тоже есть в голове специализация, что к этому специалисту идти лучше. Но есть люди, которые лечат все и всех, и вся, и в том числе психологи тоже есть такие вот. Я очень много разговариваю с психологами, какая у них специализация, на чем они специализируются, какая у них ниша, там, и это, и это. Они говорят, я принимаю всех. Будь здоровы. Я принимаю всех, начиная, да, начиная от маленьких детей, семей, подростков и заканчивая действительно невротиками и людьми с достаточно серьезными акцентуациями, патологиями. Ну, то есть, вот принимает всех человек. Что они все в одной приемной у него сидят? Мне бы страшно было к тому человеку, блядя. Я надеюсь, что у них одно разное время достаточно. Ну, тем не менее. Мышла, а там же там блин, это же страшно. Ну, тем не менее. Вот психология. Я в прошлом году тоже проводила вот целый бизнес, мастер-класс там, бизнес или психолог, как это, или как он назывался, должен, не помню, там, на конференции по психограмме я отдавал. И мы там тоже вот занимались как раз темой нишевания, то есть мы выбирали очень узкую специализацию, специализацию ту, которая вам комфортна, ту, в которой вам нравится и ту, в которой бы хотелось работать. Очень важно определиться с этим и донести это до людей, соответственно. То есть вот то, что, например, я рассказывала в самой презентации, очень важно не просто сказать там, я вот там психолог, закончила там МГУ и работаю там, ну, даже пусть я пошла возрастной.